Всем привет! Очень рада, что вам понравилось предыдущее видео с прилагательными. И спасибо, что пишете комментарии. Кстати, если вы еще не успели посмотреть, мы оставим ссылку на это видео в описании. Там мы разбирали, как можно описывать или давать характеристику фильмам, вкусной еде, красивым видам. А сегодня предлагаем обсудить вам другие категории, которые выделили именно вы. А это личные качества, то есть как описать человека, одежду, как обсудить внешний вид, тренды, запросы и музыку. Что по новым песням? Меня зовут Вероника и это Puzzle English. Как насчет того, чтобы начать с музыки? Мы будем обсуждать именно не жанры, а описание эмоций, чувств или впечатлений, которые вы получаете во время прослушивания композиции. И начнем с медленной музыки. Какая она может быть? Грустная, драматичная, медленная, спокойная, расслабляющая. Какие прилагательные будем использовать в этих случаях? Sad – грустная, печальная, moving, touching, трогательная. Heartfelt – проникновенная, душевная. Depressing – депрессивная, удручающая. Soft – мягкая, спокойная, приятная для слуха. Melodic – мелодичная. Mellow – мягкая, расслабляющая, успокаивающая. Did you like that cafe? Yeah, there were nice table settings, delicious smell of desserts, soft and mellow music playing in the background. Тебе понравилось то кафе? Да, там была красивая сервировка стола, вкуснейший запах десертов и спокойная, расслабляющая музыка на фоне. I really loved the music in that show. It was a total match to the story. Sad, touching, heartfelt. Мне реально понравилась музыка в том шоу. Она полностью подходила истории. Печальная, трогательная, проникновенная. А теперь ваша очередь. Важно не просто смотреть это видео, а постараться применить полученные знания на практике. Какая песня вам приходила в голову, когда вы слышали ее описание? Попробуйте мысленно или лучше вслух рассказать об этой песне, используя эти прилагательные. И закрепить практику можно, написав комментарий или прочитав комментарий другого. Движемся дальше. Теперь про более положительную, активную, танцевальную музыку. Какие прилагательные мы можем здесь использовать? Inspirational – вдохновляющая, motivating, мочивирующая. Uplifting – поднимающая настроение, воодушевляющая. Upbeat – оптимистичная, жизнерадостная, оживленная. Dynamic – динамичная, funky – клевая, прикольная. Playful – задорная, веселая. Сколько из них были для вас знакомы? Теперь давайте закрепим примерами. We often go to their concerts. There is always uplifting and funky music. They give a lot of energy to the audience. Мы часто ходим на их концерты. Там всегда воодушевляющая, клевая танцевальная музыка. Они заряжают публику энергией. This song has an upbeat tempo. У этой песни оживленный темп. I've heard that his music is very inspirational. Я слышала, что его музыка очень вдохновляющая. И не забывайте тренироваться и проговаривать свои ассоциации. Или писать свои примеры в комментариях. А мы теперь поговорим об одежде. Как мы можем описать ваш текущий лук, кроме good, nice, great, а еще бы что-то более специфическое, да? Здесь будет та же схема. Мы не углубляемся в разные стили одежды, но мы обсуждаем общие характеристики и впечатления. Например, как будем говорить о таком красивом, элегантном, выльзанном, опрядном, классическом виде? Classy – шикарный, первоклассный. Polished – отточенный, изысканный. Minimalistic – минималистичный. Elegant – элегантный. Sophisticated – утонченный, изысканный. Я восхищаюсь ей, беру с нее пример в плане одежды. Она всегда выглядит шикарно и изысканно. А вот когда мы хотим отметить стиль в формате следования модным трендам, то есть сказать стильный, модный, трендовый, мы можем использовать следующие прилагательные. Snazy – притягательный, броский. Stylish – стильный, модный. Fashionable – современный, светский. Trendy – трендовый, ультрамодный. She's so into fashion, she knows all the trends and always looks very trendy and snazy. Она очень увлекается модой. Она знает все тренды и всегда выглядит очень модно и притягательно. I don't follow all the trends. I just know the basics and it helps me look fashionable. Я не следую всем трендам. Я просто знаю основы, и это помогает мне выглядеть модно. I believe that it's really hard for guys to look stylish, but truth be told, it's so much easier than for girls. Я считаю, что парням очень сложно выглядеть стильно, но по правде говоря, это же намного проще, чем девочкам. И, наконец, добрались до людей. Ну, в том плане, что это наша последняя категория на сегодня. People – здесь мы тоже попадаем в ловушку с этими kind, nice, interesting person. Давайте из нее выбираться. Разберем качества для работы и личные. То, что касается деловой сферы Ambitious – амбициозный, далеко идущий Determined – решительный, целеустремленный Diligent – прилежный, добросовестный Inventive – изобретательный, находчивый Persistent – упорный, настойчивый Rational – рациональный, рассудительный Reliable – надежный, проверенный He was very diligent in working on that project They'll definitely want to cooperate with him again Он очень добросовестно подошел к работе над этим проектом Они однозначно захотят работать с ним снова What about my personal traits? I want to believe that I'm quite an inventive person And a very reliable one Что насчет моих личных качеств? Я хочу верить, что я довольный, изобретательный И очень надежный человек Какие из этих качеств присущи вам? Или вашим коллег? Попробуйте поразмышлять на эту тему Про себя или письменно в комментариях Теперь о более личных качествах Которые нам свойственны или не свойственны В повседневной жизни Compassionate – отзывчивый, милосердный Chatty – болтливый, разговорчивый Easy-going – общительный, легкий на подъем Empathetic – эмпатичный Open-minded – открытый, без предупреждений Sincere – искренний, честный Thoughtful – вдумчивый, рассудительный Witty – остроумный, сообразительный Он себя считает отзывчивым и открытым человеком А ты с этим согласишься? Я никогда не считала себя разговорчивым человеком Почему он так сказал? Ты знаешь Мэри? Она невероятно рассудительная И сообразительная девушка Как вам сегодняшний урок? Что для вас оказалось самым полезным? Делитесь своими эмоциями с нами А чтобы запомнить и хорошо овладеть Этими прилагателями Переходите по ссылке в описании И подключайтесь к Puzzle English И учите английский эффективно и интересно Вместе с нами Субтитры создавал DimaTorzok